Где границы моей свободы? Ну, смотрите, апостол Павел пишет. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Свобода есть нравственная, положительная и безнравственная, отрицательная. Положительная – это когда я достигаю совершенства, и все, что положено делать, все, что велит закон, я и так это хочу делать, потому что я люблю закон Божий. Ну, приведу простой пример. Вот я люблю свою жену, а есть закон, не прелюбодействует, запрещающий мне изменять своей жене. Но так как я люблю свою жену, то для меня этого закона не существует. Я и не хочу прелюбодействовать. Поэтому, стремясь к этой положительной свободе, мы должны понять, что мы тогда никогда никого не ограничим. А вот когда свобода бездрастная, отрицательная, когда я делаю все, что я хочу, вот хочу блудить, буду блудить, хочу пить, буду пить, вот хочу матом ругаться, буду матом ругаться. Вот в этих случаях как раз наша свобода повреждает окружающих людей. Ты ругаешься матом, забывая о том, что окружающим это неприятно. Так что, друзья мои, помните, что духовная жизнь, то есть жизнь с Богом, она как раз в истинном смысле свободна. Как говорит апостол Павел, плод духовный есть мир, радость, любовь, долготерпение, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Когда я воздерживаюсь, разве я кого-то ограничиваю при этом? Когда я люблю, как я могу свою любовь и кого-то ограничить? Когда я кроткий, как я могу повредить кому-то его свободу? Никак не могу. А вот когда мы живем по своим страстям, когда у нас там сребролюбие, сквернословие, пустословие, блудная страсть, когда мы там колдуем и так далее, мы чаще всего нарушаем свободу ближнего, который живет рядом с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok